МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 156 жителей ныне Твери и Тверской области. В их числе Николай Александрович Карпов и Владимир Николаевич Ливандовский. Мне посчастливилось 24 июня 1945 года участвовать в параде Победы. Мне было 14 лет. Совсем еще юный Владимир Ливандовский шел на параде в составе колонны Калининского суворовского училища. Мы тренировались здесь, сначала на территории училища, потом на площади, где сейчас администрация губернатора. Раньше она Советская площадь называлась. И потом нас санитарным поездом отвезли в Москву. С первых дней войны ушел на фронт отец Володи Ливандовского. Мама умерла. Война лихом прошлась по их семье. Владимир спасло открытие в августе 43-го Калининского суворовского училища. В ноябре месяце нас приняли в суворовское училище. Там отмыли голодных, холодных. Увидевших много в жизни военного времени. Переодели. И вот таким образом стал суворовцем. Исторический парад победы собрал на Красной площади людей разных судеб и разных дорог одной войны. Если вглядеться в те лица, которые в хронике мельком даже проскакивают, они красивые, они выдушевленные. У них в глазах скорбь, боль и радость, естественно, за победу. Николай Александрович Карпов по брусчатке Красной площади 24 июня 45-го года прошел в составе парадного батальона Центральной военно-технической школы дрессировщиков. Рядом боевой товарищ Овчарка Альфа. Они уже шли, как будто так это надо. Смотри, как ровно в ногу тоже. Осенью 43-го года Николаю Карпову исполнилось 17 лет. Сразу же был призван в армию. После ускоренного курса минного дела с использованием служебных собак его в составе учебно-боевого батальона отправили под Псков. Там он получил боевое крещение. На минном поле впервые разминировал более 80 мин. За участие в трех разведоперациях, в ходе которых он разминировал на нейтральной полосе 250 мин, Николай Карпов был награжден медалью «За отвагу» – первой наградой. Их у фронтовика немало. По сей день Николай Александрович Карпов остается бессменным председателем Тверской ассоциации участников исторического парада Победы 45-го года. Все, что связано с парадом Победы – фотографии, книги, газетные статьи, незабываемая страница жизни каждого участника этого исторического события. Парад Победы, конечно, дело серьезное, хотя мы были подростки, но мы осознавали важность и значение всего этого дела. Конечно, переживали все ребятишки, потому что такое ответственное дело было. Напряжение, конечно, было большое. Так, если честно признаться, даже ноги немножко не имели, потому что там долго стоять пришлось. А потом, когда уже команда была направо, там шагом марш, уже так полегче все пошло. Их так немного осталось. Тех, кто участвовал в параде Победы 45-го. Тает ряды ветеранов. Будьте же здоровы и благополучны. Мы гордимся вами и вашим подвигом.